Не просим, а требуем. Карагандинцы настаивают на окончательном закрытии снежного полигона в районе Федоровского водохранилища. Природоохранной зоне и стратегически важному для города водоемов нанесен ущерб. После таяния снега наша съемочная группа увидела, во что превратилась в степь охраняемой зоне. Подробнее Ирина Вобещевич. Пятна от бензина, от солярки, от всего. Валяются автошины, валяются мешки. Здесь можно найти все, что хочешь. Всю таблицу Менделеева можно найти. С них вывозили, а вместе с ним и под шумок везли сюда мусор. Все, что можно с города Караганды. На счету Николая Рудометкина, председателя садоводческого общества, уже не одна жалоба в Акимат. Последние три года городские службы облюбовали пустырь близ Федоровского водоема для отгрузки зимой снега с улиц. Ему, как никому другому, известно, что свозится сюда помимо снега и во что превращается вся округа. Собрать наших чиновников акиматовских, вывезти сюда и сделать им экскурсию. У меня там же просьба к нашему Акиму области, новому Акиму области, чтобы он это дело организовал. Ну а пока дачники и все проезжающие мимо наслаждаются неприглядными видами помойки. Но чтобы узнать, что происходит с экосистемой, не нужно ходить в лабораторию. Это все, вот это тает, всасывается. Вот оно, русло реки Сокур. Дальше вода идет по реке, дальше куда она, шлюзы открыты, и вода поступает в озеро. Мы этой водой начинаем поливать наши огороды. Земля становится на наших дачах уже белая. Травим сами, сами себя, свой город травим, забиваем наше озеро стратегическое назначение. Как мы можем над ним издеваться? Ни рыба, ни раки, потому что это все любит чистую воду. Больно, прямо вот больно, не знаю как, до каких пор наши власти вот эту будут гадость там делать. В связи с многочисленными жалобами на снежном полигоне была инициирована проверка природоохранной прокуратурой. В конце зимы надзорная инстанция вынесла запрет на вывоз снега и к тому же обязала коммунальщиков в кратчайшие сроки вывезти все, что было за зиму здесь накоплено. Представление внесли мы в начале февраля. Ну вот, как мы видим, сейчас они, Акимат Гор до сих пор меры по очистке этого полигона не принимал. Вот и получается, представление об устранении нарушений законности в Акимат и УВД города Караганды выносится, однако исполнять их никто не стал. Для председателя казахстанской организации «Зеленое спасение» Сергея Куратова из Алматы такая ситуация не в новинку. Прокуратура имеет право не только реагировать, принимать меры так называемого прокурорского реагирования согласно закону прокуратуры, но она имеет право и подать в суд. И вот здесь начинается самое сложное. Мы неоднократно тоже обращались в природоохранную прокуратуру, и природоохранные прокуроры пытаются очень-очень, я бы сказал так, осторожно решать данную проблему. Видимо, не желая портить отношения с местными властями. Пока одна государственная структура осторожничает с другой, в отделе ЖКХ города продолжают доказывать целесообразность иметь полигон именно в этой части. Своевременная очистка от снежных завалов города зимой, экономия топлива и многое от других составляющих зависят именно от этого. Однако экономно ли будет для бюджета теперь затрачивать дополнительные средства на вывоз мусора с этой территории и производить рекультивацию почвы? Когда мы закладываем средства на зимнее содержание, то там и закладывается именно уборка места складирования с рекультивацией, то есть благоустройством уже. То есть мы КГП благоустройству эти суммы денег уже оплатили. Шалпан Жусупова говорит, что для города лучше, что в этом районе Федоровки будет организованная и контролируемая свалка, чем несанкционированная. И если мы его не заполняем, не используем под полигон, соответственно туда заезжают все и начинается несанкционированная свалка. Городские власти намерены в ближайшее время произвести официальное закрепление этого места под городской полигон. А дачники не собираются сидеть сложа руки и намерены обращаться вплоть до администрации президента. Мы будем, как говорится, доходить до Назарбаева, будем идти куда только можно, везде будем писать, чтобы прекратили вот этот беспредел.